Здравствуйте! В эфире Опер ТВ. Прямо сейчас всё самое актуальное и интересное о работе кузбасской полиции. Смотрите в выпуске. Закрыто. В Кемерове полицейские ликвидировали сеть интернет-магазинов по продаже наркотиков. Оружейных дел криминальный мастер предстанет перед судом в Белове. С возвращением сводный отряд кузбасской полиции вернулся из служебной командировки. Мобильный патруль продолжает работать на кузбасских дорогах. С начала этого года вы, уважаемые зрители, прислали уже более 500 сигналов о правонарушениях, которые совершают водители. Самые интересные кадры мы показываем в специальной рубрике, которая по традиции открывает нашу программу. Сюжет с обзором новых материалов смотрите прямо сейчас. Внезапной преградой для одного из участников мобильного патруля стала вот эта иномарка. Ее водитель сделал остановку прямо на проезжей части Пионерского бульвара в Кемерове. Только потому, что, вероятно, встретил знакомых и решил поболтать. Он включил аварийные сигналы на машине и забыл о других участниках дорожного движения. «Надо объехать? Добро пожаловать на встречку через двойную сплошную. Или ожидайте». Не стал ждать зеленого сигнала светофора водитель кемеровской маршрутки. На проспекте Октябрьском он только разогнался, увидев мигающий желтый. Пешеходам пришлось ждать, когда мимо них пролетит автобус, и только потом вступать на зебру. А вот эта помеха, внезапно возникшая слева от репортера мобильного патруля, наверняка заставила его поволноваться. Шутка ли, когда один за другим такие рискованные маневры на трассе совершает бетономешалка. Сейчас сотрудники ГИБДД Новокузнецка изучают эти кадры и подсчитывают, сколько раз водитель выехал на встречку через сплошную для обгона. Наказание за подобные нарушения уже получил водитель Тойоты. В Кемеровском районе он попал в объектив регистратора участника мобильного патруля, когда возвращался со встречной полосы через двойную сплошную линию разметки. Штраф 5000 рублей, возможно, заставит его пересмотреть свое отношение к правилам дорожного движения. Не забывайте, что сделать свой город лучше и получить приз может каждый из вас. Если вы стали свидетелями правонарушения или преступления, снимите его на фото или видеокамеру. И пришлите отснятый материал в раздел «Мобильный патруль» на сайте закон.дефис.кузбасс.ру. Автора лучшего ролика ждет награда от Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области. Видеорегистратор. По итогам апреля и мая победителем стал новокузнечанин Антон Рылов. Он снял на видео, как на Бызовском шоссе в Новокузнецке совершил обгон с выездом навстречу водитель Мерседеса. К его трем пятеркам на номерах уже добавилась еще одна. 5000 рублей штрафа. Ну а автору этих кадров достается приз. Его в южной столице Кузбасса победителю вручили наши коллеги, члены Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Новокузнецку. Уважаемый Антон Андреевич, по поручению Общественного совета при Главном управлении МВД по Кемеровской области выражаю вам признательность за вашу активную позицию. Ваше видео было признано лучшим. И примите нас в этот небольшой ценный подарок. И хочу вам пожелать дальнейших успехов. И мы надеемся еще увидеть не одно ваше видео. Я считаю, что это очень важно, чтобы сотрудники полиции тесно сотрудничали с населением. Потому что только так, только вместе мы можем навести порядок и на дорогах, и вообще в общем в городе. Продолжим дорожную тему. Некоторое время назад интернет-пользователи активно обсуждали эти кадры. Несколько разбитых автомобилей на улице Рокетянского в Кемерове. Оказалось, в своеобразный боулинг на дороге сыграл водитель ВАЗа 14-й модели. Не имея прав, он сел за руль, но не справился с управлением и в итоге разбил три машины, а затем скрылся с места массового ДТП. Полицейские разыскали его и выяснили причины такой безответственности. А почему скрылись с места ДТП? Испугался. Испугались. Чего, ответственности? Для чего испугались? Ну, как бы со мной это впервые в жизни произошло. Я наявился. За оставление места ДТП сотрудники полиции уже привлекли нарушителя к ответственности. По решению суда, трое суток он проведет под арестом и, кроме того, ему грозит наказание за вождение бесправ. На минувшей неделе полицейские подвели итоги операции «Сбытчик». Стражи порядка задержали за совершение наркопреступлений десятки драгдилеров. Изъяли из незаконного оборота несколько килограммов запрещенных веществ, а в Кемерове ликвидировали интернет-магазин, снабжавший зельем своих клиентов. Детали спецоперации смотрите далее. Где находится наркотическое место? В кармане. В этом пакете очередная партия наркотических доз, которые «Сбытчик» должен был развести по местам так называемых закладок. Но его планом помешали сотрудники полиции. В свертках упакованы соль и спайс. Драгдилер прятал их по тайникам по заказу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Это сборки сделаны, да? Да. Тут написано, что такое. Центр-магазин был. Полицейские установили, что наркобизнесом задержанный занимался не один. В схеме торговли с синтетикой участвовали также двое его знакомых. Один выполнял функции закладчика, вторая была оператором, сообщала о местах тайников работодателю. Задержание этой группы наркоторговцев стало результатом оперативной разработки, приведенной сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка. Включенные предметы, вещества, медленные. Этот чемодан не просто так хранился под замком, ведь в нём портативная нарколаборатория. Здесь партии соли и спайса, весы, упаковочный материал и даже аппарат для проклейки доз. Их изготовлением подельники занимались на специально оборудованной квартире в рудничном районе города. А вот готовые свёртки с наркотиком они развозили по всем районам Кемерово. В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота около полукилограмма запрещенных веществ. Следователем Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают 20 лет лишения свободы. Двое фигурантов этого дела на время следствия заключены под стражу. Их подельница будет дожидаться суда под подпиской о невыезде. Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков кузбассовцы могут сообщить на специальный телефон доверия в Кемерове. Анонимность гарантируется. Житель Белова ради интереса изготавливал и хранил у себя оружие. В его доме полицейские обнаружили и изъяли четыре предмета, конструктивно схожих с пистолетами, а также патроны. Проведенная экспертиза показала, что Беловчанин незаконно хранил револьвер системы «Наган», переделанный под стрельбу боевыми патронами стартовый пистолет ТТ, стартовый револьвер и самодельный однозарядный пистолет. Боевыми признаны более 350 патронов различного калибра. Также у него были изъяты пули, капсюли и около 100 граммов пороха. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Цена противозаконного любопытства – пять лет свободы. Со своим травматическим пистолетом придется расстаться с 40-летнему жителю Кемерово. Все потому, что применял он его вовсе не для самообороны, а угрожал им во время дорожного конфликта. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в сеть. Полицейские установили и задержали нападавшего. Пистолет был у него изъят, а эти кадры теперь являются доказательством в уголовном деле. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы. Кроме того, в ходе расследования будет решен вопрос об аннулировании лицензии владельцу травматического оружия. Снова дома. В Кемерово из длительной служебной командировки вернулся сводный отряд кузбасской полиции. На протяжении полугода следователи, участковые, инспекторы ГИБДД, сотрудники патрульно-постовой службы и других подразделений помогали в работе нашим коллегам из Северокавказского региона. Накануне на перроне железнодорожного вокзала с дрожей порядка встречали коллеги, друзья и руководство кузбасской полиции. В течение полугода вы достойно исполняли обязанности по охране общественного порядка. Отмечаю, четкое исполнение обязанностей, высокий авторитет, вы подняли планку в целом кузбасской полиции. Впереди у бойцов реабилитация и отпуск, который они проведут со своими близкими. Появиться на свет новому члену семьи помогли сотрудники госавтоинспекции. На въезде в Кемерово к инспекторам ДПС обратился будущий молодой отец. В его машине находилась беременная супруга, у которой начались роды. Медлить нельзя было ни секунды. Насколько эффективна скорая полицейская помощь, узнала наша съемочная группа, которая приехала поздравить новоиспеченных родителей. Горного дня помогите, жена рожает, надо до перинатального горячего сопроводить. Эти слова изменили привычный ход дежурства кемеровского экипажа госавтоинспекции. У жительницы Полысаева в дороге начались роды, требовалась срочная помощь медиков. Полицейские приняли решение сопроводить автомобиль с женщиной до больницы, а по дороге сообщили в роддом об экстренной ситуации. Успели как раз вовремя, и все волнения остались позади. В областном перинатальном центре на свет появился малыш весом 4 килограмма 200 граммов. В день выписки тот самый полицейский экипаж приехал на встречу с молодой семьей. Мама и папа бережно держат свое самое дорогое сокровище – маленького сына, и не скрывают эмоций. Я впервые в жизни поняла, для чего вообще нужны правоохранительные органы, что они обеспечивают нашу безопасность и жизни в том числе, поэтому огромное спасибо прежде всего. Капитан полиции Виталий Волков и старший лейтенант полиции Александр Приходько поздравили молодых родителей и вручили им подарки. Кстати, с выбором имени для ребенка у супругов сложности не возникло. В семье Николаевых сыновей называют Николаями в честь отцов и дедов. Когда маленький Коля подрастет и будет играть с этой машиной, он обязательно узнает чудесную историю своего рождения. Я думаю, что я и сам не забуду, и ему не дам забыть, буду напоминать об этом всегда. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте opertv.ru и следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Берегите себя и всего вам доброго.